Приветствую всех народ, вы на канале Чичман и мы начинаем очередную железнодорожную, но уже стратегию, которая называется машинки. Игра находится в раннем доступе, ссылочку на нее в стим я оставлю в описании. Ну а мы начинаем. В начале игры нас приветствует такая вот табличка, то есть приветствие. Здесь рассказывается на каком уровне идет развитие игры, что еще в будущем планируется, что будет содержать как бы финальная версия игры. Будет 7 эпох, сейчас у нас только 6. Ну в общем это все можно почитать. Игру разрабатывает кстати один человек, не знаю, он вроде как набрал себе уже команду и игра пошла развиваться немного быстрее, но все равно большое спасибо. Кстати в игре еще планируется мультиплеерный режим, это вообще очень круто. Я такую только одну знаю, по-моему это Текун Транспорт, там есть режим мультиплеер именно, где ты можешь со своим другом поиграть, да, посоревноваться, кто быстрее, кто лучше завьет свою империю. Так, ну и что у нас в начале? Здесь также у нас лист новостей. И мы по-быстрому уже будем начинать, ну как по-быстрому, посмотрим какие настройки мы можем сделать. В общем можно создать просто рекомендуемые какие-то для первой игры, да, можно также, ребят, здесь давайте мы выберем кстати ландшафт Альпы есть и Дикий Запад. Ну давайте мы, не знаю, давайте Дикий Запад возьмем. Карту мы большую делать, ребят, не будем, сделаем среднюю карту, все-таки нам надо посмотреть, построить побыстрее все, а не растягивать это все на очень длинный срок. Так что выбираем среднюю карту, гор поставим мало, так же, чтобы они нам не очень мешали. Леса средняя, индустрия средняя, города средние пусть будут, озер тоже мало поставим, чтобы они нам не мешали, ну кое-где мы построим, масты какие-то посмотрим. Поля средняя, нормально. И начальная эпоха, здесь также можно выбрать начальную эпоху, то есть эпоха, с которой вы хотите начать. Вот, естественно, мы начнем с первой эпохи и так же, ребят, заходим подробнее, здесь так же можно настроить кучу настроек. Обучение, ну обучение, наверное, ребят, ну хотя пусть будет, для тех, кто первый раз, конечно, лучше включите обучение, потому что за него дают дополнительные еще какие-то ресурсы за выполнение заданий. Так, случайное задание, так же мы включаем, то есть это задания, которые будут генерироваться в процессе игры и за них так же будут какие-то приходить награды. Так, режим новой эпохи, покупка, то есть здесь мы можем выбрать по времени и покупка. По времени, значит, мы будем ждать какого-то определенного года, чтобы у нас в эпоху новую перейти. Или же покупка, то есть нам надо заплатить определенные ресурсы за то, чтобы перейти в новую эпоху. Я оставлю покупку, ребят. Вот это я... Пассенджер дистанцию. Какая-то дистанция, ребят, не знаю, что это такое, не буду сюда лезть. Стартовый займ у нас 2000, дополнительный займ 5000. Выплата по займам, я так понял, каждый день будут снимать, если мы займем по 5 монет. Не монет, а жетонов. Это жетоны у нас здесь в игре, все в жетонах. Топливо по умолчанию, так же можно поменять множитель потребления топлива составом. То есть можно поставить, чтобы состав больше ел топлива, можно меньше. Расходы согласно возрасту, так же оставляем, чтобы цены у нас варьировались, менялись. Так, здесь у нас автовыравнивание местности у меня тоже включено. Все, чтобы ты путь провел, у тебя автоматом все. Если вы хотите заморочиться, конечно, лучше вам уже поставить все реалистично. Так, здесь у нас есть, ребят, режим одно депо. Многим он интересен. Как бы одно депо и больше мы построить не можем. То есть все, абсолютно все паровозы у нас будут выходить с одного депо. И надо будет соединять все ветки буквально, чтобы вывести туда единицу. Я его включать не буду, потому что потом менять паровозы придется. Там очень много семафоров. Нам нужен общий обзор, поэтому вдаваться в эту тему я не буду. Хотя это интересно. Так, сигналы также. Автосигнал включены. Сигнал на первый клик двухсторонний. То есть там будет, когда ты ставишь сигнал, у тебя появляются две стрелочки. То есть в какую сторону у тебя будет направление. В общем, это не важно. Направление движения. Вот еще, ребят, разворот поездов на сигнале включен. Он, ну, не знаю, если вы хотите, можете выключить. Это зависит от вас. Разворот на платформе, ребят. То есть, когда приезжает паровоз на станцию или тепловоз, то есть он может развернуться на месте. Я это выключил. Будем делать такие петельки, в принципе. Будет, я думаю, интереснее. Так, разворот при перегрузке. То есть, когда поезд перегружен, он разворачивается. Это я тоже отключаю. Так, остановка ТС, когда нет денег. То есть тепловоза останавливается, когда нет денег. Я тоже выключаю. Пусть он лучше в депо едет или куда-нибудь. Волшебный разворот. Вот тут, кстати, все описано. Транспорт средства не будут автоматически разворачиваться, когда нужно изменить направление. Они начнут обратное движение с некоторыми ограничениями по скорости и ускорению. Ладно, не будем это. Хотя, да, пусть будет. Так, ржавчина. Если включено, тепловозы покрываются ржавчиной со временем. Но это интересно. Оставим, ребят. Да, и также название городов. Да, вот здесь можно выбрать страну, которая будет... Вот можно, кстати, Россию выбрать. Беларуси, к сожалению, нет. Поэтому я выберу Германию. Я люблю немецкие названия. Ну что, стартуем. Ну что, ребят, появились мы на своем диком западе. Здесь у нас сразу выскакивает табличка заданий. Вот здесь у вас будут появляться задания, за которые также можно дополнительно получать деньги. Так, здесь у нас сранняя эпоха. Наши инженеры на пороге больших усовершенствований паровых двигателей, связанных с недавними открытиями металлургии и скорым открытием первого литейного завода в нашем регионе. В результате, скоро они смогут построить еще более быстрые и большие паровозы. Им нужно только ресурсы. В общем, ребят, вот для перехода в следующую эпоху нам нужно 100 жетонов досок и 100 жетонов угля. Также, ребят, здесь сразу включается обучение. Квест эпохи прогресс с последующей исторической эпохи, с новыми отраслями. Это все по квестам здесь расписано. Это мы забираем дополнительно. Видите, денежки идут. Так, отдалить с помощью колеса мыши. Здесь также все рассказывается. Я это отложу, ребят. Все это сделаю потом вне видео, чтобы оно нам не мешало. И также первую линию у нас просит построить сет пассажирскую. Ну, давайте начнем. Вот такая у нас карта. Вот у нас наши города. Блин, ну ветер можно было бы, конечно, отключить. Я что-то не нашел там такой функции. Дикий запад все-таки. Давайте выберем каких-нибудь два города, более-менее, чтобы они находились на нормальном расстоянии. Не сильно близко, как эти два, например. И возле них находились примерно вот древесина. Вот, нашел я одну точечку, ребят. Давайте, наверное, мы запустим поезд. Вот, 12 у нас. Так, здесь у нас хорошо. Давайте еще посмотрим. Нам надо найти такое место примерно, чтобы было рядом и уголь, и древесина, и все, короче, все, чтобы было рядышком. Сейчас будем искать. Все-таки, ребят, я остановился вот на этом месте. Здесь мы соединим вот этих два города. Они более-менее большие. Также рядом у нас имеется лес. Имеется лесопилочка. Но далековато будет единственное вот это здание, мастерская. Она будет далековато, ребят. Все это можно делать в режиме паузы. Здесь также можно ускорять время, уменьшать его. Поэтому я в режиме паузы, в принципе, нашел все. Так, ну что, продолжаем строечку, да. Мы выбрали с вами два города. Это Цвикау и... И Марл. Так, строительство здесь производится, ребят, немножко в другом режиме. То есть мы нажимаем пробел. То есть вот этот режим, пробел, он срабатывает. И в этом режиме здесь производится строительство. Так, выбираем железную дорогу. Здесь мы выбираем станция. Вот, вот, станция. Здесь, когда наводишь мышкой, можно прочитать, кстати. И строим побольше станцию такую, я думаю, чтобы мы могли... Ага, вот, примерно так. Одна станция. Здесь мы... Кстати, можно было бы куда-нибудь и подальше, но это такие более или менее большие города. Вторую станцию мы также поставим. Давайте вот здесь. Ага. Домики мешают. Хорошо. Города, кстати, у нас будут расти, поэтому давайте, наверное, сделаем вот так. Станции я делаю максимально большими, потому что, в принципе, разницы по цене нету. Блин, ну, расстояние, кстати, очень маленькое получается у нас. Все-таки надо было где-то подальше. Ну, ладно. Пойдет и так. Мы потом продлим еще одну станцию сюда, поставим. В общем, тут городов у нас соединять можно будет много. Выбираем железную дорожку и прокладываем ее. Давайте мы, наверное, как-то вот в серединке здесь изгиб сделаем. Воу. Так, секундочку. Вот примерно так это будет выглядеть. В принципе, недалеко. Ну, очень близко. Ну, ладно, сойдет. Так, теперь, ребятки, давайте, наверное, установим депо сюда. Депо так же можно ворочать при помощи колесика. Так, хорошо. Давайте так. Сюда поставим его. И заказываем свой первый. Вот это выглядит все в реале. Вот так. Очень прикольно, да? И заказываем свой первый паровозик. Паровозик. Локомотивы. Я, ну, естественно, пока у нас жетонов древесины нет. И хотя можно эти жетоны насобирать, выполняя задания. Но, в принципе, нам нужен первый паровозик. 2.6.0 Портер он называется. Так же, ребят, здесь учитывается вес. Так что смотрим. Наш паровозик может тянуть 168 тонн. Заказываем к нему вагоны. Вагоны, ребят, я буду заказывать все-таки вот эти. 8 пассажиров 15 тонн, 16 гружены. И 15 пассажиров 22 тонны. Тут почти их с 2 пассажиров, но тонн меньше. Так что заказываем второй вид вагонов. Раз. Смотрим по тоннажу. 2. 3. 4. 5. 5 вагонов. Смотрите, у нас тяга 168 тонн. Негруженный поезд получится у нас 155. И 165 груженых. Как раз больше мы не влезем. Теперь назначаем ему маршрут. Заходим в маршруты и делаем плюс станцию. Так, и на какую первую мы поедем? Первая станция у нас... Ее надо, кстати, тоже переименовать. Раз. И вторая станция. Это будет... Это будет... Вот этот город. Пока... Да, кстати, ребят, я забыл. Обязательно нам надо еще улучшить станцию. Расширение. Заходим. И за соточку мы ставим зал ожидания. Он нам будет прибавлять скорость загрузки 100%. Плюс 500 человек вместимость. И посмотрите. Этот зал ожидания охватывает очень большую территорию. Да, вот как, например, сейчас... Давайте, вот. Почти весь город забер... Нет, давайте мы вот так лучше поставим. Да. Это отличная вещь. Я думаю, пока что нам одного паровоза хватит. Я не знаю. Очень близко просто города. Ну что, отправляемся в первый путь. Смотрим, как мы будем выруливать сейчас. Ну, где наш поезд? Почему мы не едем? А, ребят, на паузе забыл. И выезжает первый локомотив наш. Я думаю, мы запустим здесь все-таки два. Вот он. Это, кстати, на низкой скорости. Мы, конечно, все потом ускорим. Потому что на такой скорости очень жестко будет. Да, ребят, и здесь в этой игре разработчик Ян, да? Будем называть пока его разработчик. Потому что я пока не знаю, сколько он там народу набрал. Или, может, он еще один. В этой игре за каждым своим тепловозиком вы можете понаблюдать. Нажав вот этот кружочек, вы можете посидеть в кабине. Смотрите, как все прорисовано, да? Можете поменять места. Кстати, по-моему, убрав функцию auto внизу, можно самому даже, по-моему, поуправлять. Я один раз попробовал. Также можно посидеть в вагонах. Смотрите, как круто, да? О! Круто очень, ребят. Можно вот в каждом тепловозе буквально посидеть, посмотреть. И мы прибываем и в нашей станции. В городе пока людей не видно. Ну, я надеюсь, это дело времени. Все добавят для полной атмосферы крутой, чтобы было. Но это на самом деле классно. Да, ребят, я забыл. Нам нужно делать разворотики. Вот про это-то я, ребят, совсем забыл. Мы не сделали развороты. Хотя, смотрите, он сам развернулся. Интересно. Может, нам и не надо развороты делать? Да. Смотрите, он поехал. Я ж, по-моему, авторазворот на станции выключал. Ну, взяли мы 24 пассажира всего-то из 75 положенных. Ну, город у нас, так сказать, небольшой. Давайте мы немножко все-таки ускорим это дело. И я думаю, нам надо запустить два паровозика. Либо же 26 уже ждет на станции. Здесь у нас ожидают 43 пассажира. Неплохо. Я думаю, одного паровозика нам хватит. Да, можно понаблюдать, конечно. Это круто, на самом деле. Я не знаю, почему разворот включен. Я же вроде его выключал. Но ладно, не важно. Круто. Очень круто. Крутая атмосферка. Графа у меня на максималочках, по-моему, стоит. Я не знаю, как-то мне на хороших, мне кажется, графика получше. Здесь что-то с прорисовками, когда графа максимальная. Так, здесь у нас сколько, посмотрите. Отлично. Доход у нас пошел. Все, это самое главное. Теперь, не знаю, давайте, ребят, наверное, соединим еще один город. Или два даже, да, города, к примеру. А вообще, здесь забрать награду можно. Так, здесь задания все эти я потом выполню. С Цвики Вахен нам надо, видите. Угу. Ладно. Это наша эпоха. Давайте мы... Я откажусь от заданий, которые идут на обучение. Первая линия. Тоже я откажусь от этого задания. И первые пассажиры. Мы забираем награду свою. Мы перевезли с вами первую сотку пассажиров. И теперь, ребят, давайте добудем с вами жетоны досок. Так, ну, естественно, чтобы добыть жетоны досок, нам напрягаться особо не придется. Давайте мы возьмем дальний лесоповал, вот этот. И отсюда доставим доски, вот, на эту лесопилочку. Ну что, давайте переходим... Давайте мы немножко замедлим время, чтобы не спешила она у нас. И переходим в режим строительства. Так, я, наверное, немножко тише сделаю все-таки. Так, звук. Громкость звуков. Давайте мы на 50 сделаем. Отлично. Так, и начинаем. Давайте, в общем, ставим сейчас, вот, на этой лесопилочке, станцию. Также длиннее. Чем длиннее станция, тем быстрее у нас будет загрузочка. И делаем станцию как раз вот здесь. Соединяем это дело все, естественно, железочкой. Я уже не буду особо тут выдумывать. Конечно, неплохо было бы делать, наверное, ребят, вот так. Потому что нам надо будет ставить депо. Вот это я дал. И вот здесь мы примерно поставим с вами депо. На ровном участке. Потому что так, если его ставить по диагонали, то много мучений там с дорогами. Не очень удобно, в общем, это. Так, выставляем депо. Я буду делать депо на каждую дорогу. Удобнее потом менять поезда, в принципе, намного. Так. Ага. И вот, видите, у нас уже тут депо. Вот, все, отлично. И заказываем так же себе локомотивчик. Досок мы не заработали. И сюда, ребят, мы заказываем вагончики. Вагончики. Вот наши вагончики. Стейдингер. Стингер, да? Стейдингер. Тяга у нас 168 тонн. Берем, ребят, 4 вагончика у нас получилось, да? Более нам не влезет. 125. Хотя можно попробовать. Нет, не идет. Не идет. Давайте один удалим. Все, отлично. Устанавливаем маршрутик, как обычно. Сюда. И... Сюда. Все. Стартуем, я сказал. Наталья, морская пехота. Стартуем. Все, пошел. Второй. Давайте ускоримся немножко. И погнали. Также можно все, ребят, в любом тепловозике можно посмотреть. Куда мы едем. Можно поменять позицию. Но это уже более быстрая скорость. Так, ну давайте посмотрим, как у нас грузятся вагончики. Кстати, прикольно, да? Бревна. Все очень красиво сделано. Да, но интереснее бы было, конечно, без разворота на станции. Ну, так получилось. Кстати, загрузили у нас не по полной. Видать, здесь леса маловато. Я не знаю, может, какое-то расширение можно взять. Сейчас посмотрим. Тепловоз у нас не полный. Да, 50 из 30... 20 из 35 бревен он везет. Поэтому по полной его не загрузило. И, кстати, вот здесь, посмотрите, как прикольно работает лесопилочка. Я не знаю, почему такие. Вот так вот, ребят. Красиво все организовано. Прорисовано. Я не знаю, кстати, насчет графики. Я сейчас попробую поменять. Но, по-моему... Так пролипает. Поставил самую высокую. Но дальность отрисовки, видать, здесь не очень. Так, ну, вот таким способом мы зарабатываем себе жетончики древесины. Не древесины, а именно досок. А, хотя нет, ребят. Мы еще жетоны досок себе не зарабатываем. Посмотрите, мы доставляем только древесину, а жетоны досок у нас, ребят, зарабатываются вот здесь. На мастерской. Видите, мы привозим сюда уголь, мы привозим сюда доски и... И все, в принципе. Если мы возим доски, мы зарабатываем жетоны древесины досок. А если возим уголь, то жетоны угля. Довольно-таки неплохо. Ну, жетоны угля, я думаю, мы повезем уже в следующей серии. И давайте, наверное, ребят, соединим еще один городок. Ну, здесь мы, кстати, жетонов никаких не получаем. Давайте мы продолжим станцию сейчас вот до этой мастерской. Чтобы мы могли получать жетоны досок. Деревянные жетоны, будем их называть. Так, ну, в принципе, я думаю, станцию мы сделаем... Нет, станцию мы сделаем еще одну, потому что мы сюда еще можем, например, с этой лесопилки поставлять. Да, здесь сделать... Стрелочку такую, и сюда будут также заезжать. Давайте мы построим рядом еще одну станцию. В принципе, это недорого. Так, станция. Рядышком строим такую же. И отправляем отсюда поезд. Ну, здесь уже дальность нормальная будет, более или менее. Так, хорошо. И депошечку я все-таки, ребят, поставлю тоже здесь. В принципе, мне не жалко. Ого. Есть. Заказываем также локомотивчик себе. И сюда вагончики у нас уже пойдут. Именно... Ронгфофер... Ронгхофер. Вот такие. Раз, два, три. Нет, четыре. Мы... Мы только сможем уцелить, ребят. Три вагона маловато, но... Далековато я депу поставил, конечно. Ладно. Ничего страшного. Ну, назначаем здесь ему точечку. Сюда. И вторая станция у нас будет здесь. Все. Стартуем. Пошел процесс. Так, и смотрите, у нас появляются новые задачи. Так, это ландшафт. Вот здесь можно выполнить задачу по выравниванию ландшафта. Вам дадут 40 жетонов. Вот эти жетоны зарабатываются, кстати, зелененькие, на пассажирах. Вот вы видите, да, когда нам привозят пассажиров. Мы получаем жетончики. Так, и первый поезд у нас с досочками сейчас поедет. Ну, конечно, три вагона очень мало. Смотрите, как все грузится красиво. Да, сюда еще краны поставить, да. Похоже, все такое было бы вообще круто. Да, туман, конечно. Я не знаю, может, все-таки на хороших настройках будет лучше. Давайте посмотрим. Так, качество, цене, среднее, высоко. Можно регулировать все, кстати. Ну, здесь очень, конечно, много настроек всяческих. Да, фпс-чик маловато, вы заметили, да? Давайте фпс повысим максимально. Но он все равно выше 50 не растет. Разрешение у нас все верно стоит. Ну, в принципе, не знаю. Порыться можно. Итак, первые два жетончика вы видели, да? Жетончики нам пошли. Отлично. Вот. Мы уже можем испытать новый паровозик какой-нибудь. Давайте откроем быстренько еще один маршрут и испытаем новый паровозик. Какой маршрут мы откроем? Давайте мы еще один пассажирский откроем сейчас. То есть возьмем какой-нибудь... Какой-нибудь город и присоединим его вот к этой станции. Вот с этой стороны поставим станцию. Хотя, в принципе, разница какая. Так, а если мы зал ожидания поставим, я думаю, будет нормально. Так, один. И сюда вторую станцию поставим. Проложим быстренько дорожку. Отлично. Ставим депо. Да, конечно, с разворотами что-то получилось не то. Я вроде бы их отключал. И закажем себе первый локомотивчик. 4, 6, 0. Балдвин. Опа. Он у нас уже тянет 224 тонны. Его, кстати, на доски лучше поставить. Ну, ладно. Добавляем сюда... Вагончики. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ребят, шесть вагонов он уже тянет. Это отлично. Добавляем маршрутик. Раз. Хоть народу тут и немного-то будет, но все равно, я думаю... И добавляем второй маршрутик. Все, стартуем. И рассмотрим наш новый локомотивчик. В принципе, похоже на тот, да? Только колесико у нас красненькие получились. Вот такой аппаратик. Ну, загрузка, естественно, у нас полная не будет здесь, потому что небольшой город. В принципе, мы можем еще все-таки поставить здесь станцию ожидания, да? Она стоит недорого. Вот так отлично будет. И так же сделать и здесь. Тут много расширений, кстати. Можно бистро ставить различное. То есть, не только зал ожидания, да? Вы видите бистро, диспетчерская вышка. Тут очень много разных расширений есть интересные. Для грузовых станций тоже есть расширения. Да, и жетончиков, конечно, по дереву у нас маловато почему-то. В общем, свою задачу мы выполнили. Жетоны мы получаем. Так, семафорчики, как вы заметили, у нас работают отлично. Доход у нас какой-то есть. Это по-любому. Так же, смотрите, ребят. Вот эти задачи, которые появляются. Да? Вырубка леса. Доставить тысячу бревен из вот этого пункта. Из этого леса. Если мы доставим тысячу бревен, да? То нам дадут... Так, это мы забираем. Здесь также какая-то субсидия. Владеть не менее шестью поездами. Видите, еще мини-задачки появляются. Доставка досок. Так же у нас задачка. Есть. Доски доставить. Но это мы будем делать уже потом. Вырубка леса. И вот, да, если мы перевезем тысячу бревен вот с этого леса на какой-нибудь... В какую-нибудь мастерскую, ну, в принципе, лесопилку, то нам дадут еще дополнительно 300 жетонов зелененьких. Я не знаю, как они точно называются. Вот наша статистика. Здесь можно посмотреть доход. Но я думаю, доход и так виден хорошо. В принципе, мы много тратились. Потом доходы от станции. Посмотрите, хорошие у нас, да? Ну что, ребят, первые свои задачи мы выполнили. Мы начали зарабатывать зелененькие жетоны. Я не знаю, как они, честно. Жетоны долларов, наверное, там нарисованы. Также мы заработали немного жетонов в доске. Посмотрели два локомотива. Которые самые первые. И остальное мы продолжим уже в следующей серии. Спасибо большое за внимание. Не забывайте оставлять комментарии. Подписываться на канал. Лайк. Дис. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова